Всем привет, ребята! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я вас хочу познакомить с новыми блогерами на моем канале. А точнее с Беззубиком и Дневной Фурией. Ребята, я вам хотела сказать, что у меня на канале появляется новая рубрика, которая называется «Драконья семья». Это так она называется. Точнее не я ее называла, а назвали мои дракончики, мои друзья, блогеры. И теперь я даю слово, пусть они с вами познакомятся. И теперь у нас будет много новых видео, влоги, челленджи. И все такое. А сейчас даю все же им слово. Ладно, ребята, я пошла. Хорошо, давай, иди, иди, иди уже, иди, иди. Ребята, всем привет! С вами я, Беззубик. И с вами я, Дневная Фурия. Ребята, всем привет! Привет! Да, и мы хотим сказать, что мы хотим, как бы сказать, ввести новую рубрику на канале нашей, так скажем, хозяйки Кати. Она нам разрешила, поэтому теперь мы будем сами снимать какие-то видео. Я понимаю, что вам больше нравится, ребята, про Дневную Фурия и Беззубика. И так как у нас сейчас есть возможность снимать, то мы будем снимать самые интересные видео, крутые, там, челленджи, влоги. И сегодня мы снимем челлендж, ребята. Но перед этим давайте познакомимся все же. В нашей такой небольшой семейке будет не только я и Дневная Фурия, будет еще мой друг, мой самый любимый друг, а может быть, кто-нибудь еще. Встречайте, Икинг! Икинг! Минуточку! Икинг, как бы твой выход! Икинг! Минуточку! А, да, да, всем привет, ребята! С вами я, да, и Икинг! Ой! Да ладно, Дневная Фурия, все ок, как бы, все под контролем, это же Икинг! Да, это я! Ладно, я пошел. Ну, он, короче, будет иногда у нас появляться, а так это именно наша рубрика, посвященная мне. И моей же жене, так скажем, Дневной Фурии. Да, это будет только наша рубрика и наши влоги и все такое. И сегодня, ребята, мы решили сделать такой челлендж, мне кажется, уже каждый блогер его делал. Ну, мы, так скажем, самые последние. Ну, во-первых, потому что я раньше ничего не знала об этом, поэтому Безубик об этом знал. Да, я об этом знал. И мы хотим сделать челлендж, который называется «Было-не было». Это самый знаменитый, наверное, челлендж. Его все, мне кажется, знают уже просто все во всем мире. И мы немножечко тормознули и решили сделать сейчас этот челлендж. Так, Икинг, давай, помогай нам. Ребята, я не понимаю, зачем вам эта коробка? Ща, ребята, давайте. Щас, 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 щас. Опа-на. Все, пользуйтесь. О, шикарно, шикарно. Ну, что ж, Безубик, давай-ка откроем ее. Ага, сейчас я открою ее. Так, щас. Опа. И что ж, тут будут вопросы, тут будет мало вопросов. Ну, мы как бы начинающий блогер, поэтому пока что столько вопросов. Да, давай первый. Давай нам будет доставать Икинг. Да, без проблем, я как понял, я у вас тут вообще как раб работаю. Ой, подожди, подожди, я сейчас кое-куда. Мы кое-что забыли. Погоди. Мы забыли вот такие вот таблички, которые нам помогут. Что это такое? Это бумажки. Нет, это таблички, это бумажки. Безубик, я не хочу спорить, но твоя жена права. Вообще-то, это такие вот таблички, на которых написано не было. И было, которые вам будут помогать. У нас вот таких вот две таблички, как раз для вас, два и Безубик. Тогда хорошо. Так, я достаю тогда первую бумажечку. Так, ребята, ликуйте, я достала вот такую вот первую бумажечку, пожалуйста. Или мне развернуть вам еще. Ну, разверни и прочитай. Ладно, сейчас. Кстати, интересно. Сейчас прочитаю. Вы обижали Икинга? Мне даже интересно стало. Все, Икинг, иди дальше мы сами. Ну, ладно, ладно. Вы, кстати, должны поднять табличку. Да вы поняли. Ну, лично у меня, наверное, это было. Хотя, я не знаю. Ну, во-первых, я в него залпом стрелянула. Как бы чуть его не убила. Ну, это, наверное, не считается. Но у меня, так скажем, было. У меня, мне кажется, тоже было. Потому что я его отца убил. Я думаю, вы это все, знаете, наточнее, не я, а меня контролировали. Но я думаю, я его тем самым обидела. Поэтому у меня тоже это было. Короче, мы все виноваты перед Икингом. Так, следующий вопрос. Вот он, вот он, вот. Так, сейчас прочитаю. Так, читаю. Было ли у вас такое, что вы ломали крыло? Да, по правде говоря, я никогда не ломал крыло. Вот если бы вы спросили, ломал ли я хвост, тогда бы я бы вам уже ответил. Ну, как бы, если что, говорю сам за себя, вроде я не ломал крыло. Ну, потому что, ну, я такого не понял, не ломал. Ой, я за себя тоже скажу. Я никогда не ломала ни крыло, ни хвост. Ничего не ломала. Поэтому у меня все хорошо. Поэтому у нас такого не было. Так, ребята, теперь я достала вопрос. Так, следующий вопрос звучит так, что обижали ли вы друг друга? Какие-то странные вопросы. Обижали ли вы Икинга? Обижали ли вы друг друга? Очень странный вопрос, но, по крайней мере, говорил за себя. У меня этого не было. У меня было, так как при первом, таком, скажем, знакомстве, я, во-первых, Беззубика по лапе дала. Ну, я думаю, это было ему обидно. Ну, да, так немножко, так скажем. А вообще, можно сказать, что я не обижала никогда Дневной Фури, потому что я ее никогда не бил и никогда ничего не делал. Так, вот, следующий вопрос. Сейчас прочитаю. Так, вопрос гласит так. Вы спасали Икинга? У меня было. И у меня тоже было. Я его спасала в третьей части, когда они с Гримерлем летели вниз. Здесь я его спасла, да. Ребята, я хочу вам сказать так. Вы лучше бы, знаете, вот какой вопрос был бы тут? Лучше бы тут реально вот написали бы, сколько раз вы спасали Икинга? Потому что, знаете, сколько я раз Икинга спасала? Ой, это не считанные разы просто. Вот вообще просто, мне кажется, сотни раз. Кто бы говорил, а я тебя как будто никогда не спасал, да? Дневная Фури. Ой, Беззубик, прости. Ой, да, я его сто раз, мне кажется, спасла. Даже тысячу раз. Хорошо, переходим давай к следующему вопросу. Так, вот он... Так, читаю. Так, гласит это... Так, передавали ли вы друзей? У меня не было, потому что я никогда не передавала друзей. Я всегда хорошо с ними, так скажем, общалась. Но если, так скажем, по поводу того, что я работала за Гремель, это, наверное, не считается, так как мы с тобой не друзья, мы с тобой как бы муж и жена. Ну да, у меня такое было, что мне пришлось придать, так скажем, Беззубика и улететь с тобой, но это была, мне кажется, вынужденная мера. Но у меня такое было. Не, у меня не было. Так, давай-ка следующий сейчас принесу. Так, вот. И как гласит следующий вопрос? Голосит он так. Вы ссорились? Лично у меня такое было. Мы с Беззубиком все же ссорились. Ну, как бы, кто не ссорится? Да, у меня такое тоже было. Мы ссорились и не раз, я бы сказала. Но мне кажется, нет таких людей почти, которые почти ни с кем не ссорились. Такое, мне кажется, у всех было. И неоднократно, я бы сказала. Вот и все, ребята. Это были все вопросики на сегодня. Мы ответили, что у нас было, а чего у нас не было. Я надеюсь, ребята, вам понравилась эта рубрика. Если вам понравилась эта рубрика, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И обязательно, точнее, на наш канал, общий канал, на канал Беззубика и на канал Наши Хозяйки. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы, конечно же, вам приходило уведомление о том, что пришло новое видео. Точнее, вышло новое видео с нашими видео и еще про МЛП. И, ребята, обязательно пишите в комментариях, понравилась ли вам эта рубрика, снимать ли мне. Точнее, нам еще такую рубрику. Поэтому, ребята, давайте, пишите обязательно в комментариях, понравилась ли вам эта рубрика. Какой нам сделать еще челлендж. Может быть, нам сделать что-то, не знаю, какой-то УАК, мастер-класс или что-то такое. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, наш канал, Икинг, наш канал. Хорошо, Дни Найфури, на наш канал. И ставьте лайки. И всем пока. Пока-пока. Жми на фоллоу, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня, жми и добавляйся, друзья.